Всем огромный привет! И сегодня у меня для вас не совсем обычное видео для моего канала. Это рубрика зачистка декоративной косметики. На самом деле, такие зачистки нужно делать гораздо чаще, но все не доходили руки. Тут, наконец-то, я собралась с духом, пришла с пакетом в комнату к ребенку и сказала, доставай, выкидываем все. Девочки, в основном здесь будут лаки для ногтей, очень-очень мало самой декоративной косметики. И еще такой момент. Мне хотелось бы задать вам вопрос. Отслеживаете ли вы сроки годности у лаков для ногтей? Вот лично я нет. Если лак не изменился по своей какой-то текстуре, то есть не расслоился, то я им пользуюсь до тех пор, пока он не высохнет. Вот, например, ребенок у меня делает точно так же. Правда, на самом деле, я уже сто лет назад делала последний раз, наверное, маникюр, давно ногти не красила лаком. У меня очень это любит дочка. Но я ей уже сказала, я говорю, стоит уже все лет по пять, я говорю, давай все выбрасывать, куплю новое. Ну и, в общем-то, давайте же начнем. И давайте начнем вот с такого моего любимого набора, друзья. Это пупа. Здесь идет лак для ногтей и верхнее покрытие кракелюрное. Очень красивый лак. Я его очень любила, девочки, просто, вы знаете, даже использовала соло. Вот так вот выглядит лак. Вот, по сути, правда, давно его не открывала. Да, дочка правильно сказала, мама говорит, можно им еще пользоваться. Но, девочки, он настолько давно стоит, что, честно, уже просто стыдно. Наверное, все-таки пора с этим набором прощаться. Но набор, конечно, был просто потрясающий. И вот такое коричневое кракелюрное покрытие. Очень классный набор. Ну, все, все, хватит. Очень долго стоит. Дальше хочу вам показать вот такие четыре средства. Это у нас компания Essence. В свое время они издавали линейку, которая называлась Gale Nails at Home. Ну, прошу прощения, как обычно, за мой ломанный английский. Что это такое? То есть, в этой линейке были представлены топы и базы, типа как для гелевого маникюра. На самом деле, это все такая была ерунда. Это было просто баловство. Единственное, что в этом наборе было классное, это лампа, которая, кстати, служит до сих пор и просто прекрасно-прекрасно работает. Итак, выбрасываю два топа Nail Art Magnetic. То есть, нужно было с магнитом делать какой-то узор. Здесь даже нарисовано. Были и магнитики, но они уже потерялись. Или где-то еще, я даже не знаю. Вот так вот выглядел оттенок. Он такой серебристый. Ну вот, да. И еще дельное было в этом наборе средство для снятия липкого слоя. Очень классное. Кстати, я его не выбросила. Я его оставила. Вы знаете, оно пахнет немножко ацетоном. Но использует муж для каких-то своих там рабочих моментов. Также вот такой топ. Он уже, наверное, в таком безобразном состоянии. Девочки, ну, буду показывать все, как есть. Вот такой топ. То есть, он идет прозрачный. И вот такие черные крапинки. Любила я им пользоваться, на самом деле. Но все это, девчонки, еще раз повторяюсь, была просто ерунда. Еще за 69 рублей в скидочных корзинах покупала. То есть, буквально один день. И вы с ногтя вот так, как пленочку, все это снимали. Ну, и, собственно говоря, сама база. То есть, она идет, по-моему, прозрачная вообще. Вот так вот выглядел пузыречек. Ну, да. Абсолютно прозрачное средство. Ну, да. Побаловались. И ладно, сколько можно все это держать. Уже 100 лет назад нужно было, на самом деле, это выкинуть. Ну, а теперь давайте прогуляемся по лакам от компании Эссенс. Я их очень люблю, честно, очень. У них широкие кисти, хорошее покрытие. В два слоя просто лаки идеальны. Девочки просто перекрывают всю носовую, господи, ногтевую. Извините, заговариваясь, пластину. Ну, вы знаете, носится прекрасно. Просто прекрасно. Ну, и давайте, наконец-то, начнем. Первый. Вот такой оттенок. Так, сейчас покажу, во что он превратился. Ну, да. Видите, какая кисточка здесь широкая? Вот для наших ногтей она удобна. Кстати, раньше раз в месяц я всегда проводила вот здесь вот зачистку. То есть все лаки открывала, протирала. Вот, в принципе, симпатичный довольно-таки цвет. Но уже давно, честно говоря, этим я не занималась. Ну, а дочка у меня ленится. Вот такой оттенок. Посмотрите, он уже весь расслоился. Какие-то непонятные здесь вообще разводы появились. Но оттенок был очень красивый. На лето просто шикарный. Один из моих любимых оттенков на лето. Вот такой коралловый. Очень классный. Девочки смотрелся. Ну, просто шикарно. Честно, он еще в нормальном состоянии. Но все, уже хочется просто с ним попрощаться. Потому что он стоит уже очень-очень давно. Вот такой классный оттенок салатовый. Как правильно говорят, салатный. На лето просто шикарный. Кстати, даже если эти лаки вы наносите без базы, вот эти цветные лаки, они вам ногтевую пластину не красят. Вот мне чем еще нравятся лаки от Essence. Дальше. Вот такой красивый насыщенный цвет фиолетовый. Красивые оттенки, конечно. Девочки, это вообще весь высох. Но посмотрите, какое безобразное состояние, конечно. Да, стыдно показывать, но показываю. Я с вами честна. Дальше. Мой любимый, мой любимый лак. Вот такой. Он был бежевый с блестками, девочки. И он был песочный. Я его просто обожала. Я не очень люблю яркие ногти, потому что у меня форма ногти, честно говоря, не очень красивая. И, честно говоря, я их всегда пытаюсь как-то обрезать покороче. Да, это привычка медиков. Но он вообще весь уже засох, пересох. Этот такой был прям совсем незаметный на ногтях, именно по цвету. Но вот эта шершавость прям меня здесь очень просто радовала. Классный. Вот такой яркий желтый. Он немножко, знаете, с молочным таким оттенком. То есть он не ярко-желтый, я неправильно сказала. Он такой молочно-желтый. Но приятный. На лето он был классный. Вот и этот лак я также очень-очень любила. Он полупрозрачный. И, как вы можете видеть, а здесь вот видно, не видно вам. Мелкий-мелкий золотой шиммер. Не видно, к сожалению, вам. Я его очень любила. Этот оттенок просто замечательно. Даже, видите, что-то сыпется с него. Вот будет видно вам. Немножко. То есть очень красивый такой прям мелкий-мелкий золотой шиммер. Красивый оттенок очень был. Дальше. Любимый оттенок моего ребенка. Она у меня очень любит голубые лаки. Вот такой тоже весь, посмотрите, весь как-то расслоился. Уже просто вид у него, конечно, просто безобразная. Я говорю, доченька, ну, от этого точно нужно избавляться. Так, дальше. Вот такой зеленый, как травка. И это все на лето. Конечно, зимой таким не накрасишься. Когда у дочки каникулы, я ей разрешаю красить ногти абсолютно в любой цвет. Абсолютно. Ноготочки у нее аккуратные. Она за ними ухаживает. Девочки, все прекрасно. Смотрится абсолютно невульгарно. И вот такой очень симпатичный, такой поросячий розовый цвет. Ну, тоже классный на самом деле оттенок. Она у меня любит сочетать разные оттенки. Ну, это тоже, видите, вообще абсолютно безобразном состоянии. Весь высох уже все. И у нее вот это сочетание очень здорово получается. Также компания Essence. Покажу вам вот такие три лака. Это линеечка Nail Candy Candies. Желтоватый. Потом он такой телесного цвета и вот такой зеленый. В чем фишка этих лаков была? В том, что они идут шесть в одном. То есть и на укрепление они шли. То есть ухаживали за ноготочками, придавали оттенок. И плюс ко всему от ноготков потом шел фруктовый аромат. Друзья, ну вот я могу сказать, что эти лаки абсолютно не сохли. Вот я не знаю, вот видите, сколько мы использовали. То есть, ну, они вообще не сохли. Пытались, пытались с ними подружиться в свое время. Дружба не сложилась. В общем, так они и завалялись. И, в общем-то, их никто так и не использовал. Чтобы далеко от Essence не отходить, покажу вам вот две вот такие красоты. Честно, мне безумно жалко прощаться вот с этим синим топом. Посмотрите, какой он блестящий. Это просто, он очень классный. На Новый год, девочки, на праздник. Ну, это просто бомба. Ну, нет, все это уже просрочилось давным-давно. Нужно с этим, конечно же, прощаться. И вот точно такой же белый. Тоже он идет с блесточками. Очень красивые были. Да, любим мы все блестящее. Но что теперь сделать? Ну, девочки, мы вот такие девочки. Следующее вот такое вот покрытие. Также оно идет с блесточками. И в чем фишка этого продукта? В том, что он светился в темноте. Да, очень классно было. Очень здорово, девчонки. Просто супер. Дочка баловалась им. Прям с огромным-огромным удовольствием. Я ей совершенно не запрещала. Очень классный. И последний продукт для ногтей от Essence. Это вот такой лак для стемпинга. Черный. Вот. Ну, девочки, ему тоже уже все. Пришел конец. Он весь тянется. В общем, да. Так что мы еще и стемпингом в свое время. Я очень сильно баловалась. Дочка сейчас не очень им балуется. Но все равно, да, у нас есть и пластинки разные какие-то. Да, ой. Я даже не помню, когда последний раз руками с вами занималась. Но, да, работа такая, что с маникюром не походишь. Так, дальше я хочу вам показать лаки от Pink Up. Pink Up представлено в магазинах «Подружка». Они, в принципе, девочки, по бюджетной стоимости. Есть маленькие объемы, есть большие. У меня большие. Итак, вот такое покрытие. Он идет желтенький. Вот с такими вкраплениями. Покупала исключительно на лето. Ребенку. Ребенок пользовался с большим-большим удовольствием. Очень классные. Лаки, кстати, от Pink Up у девочки действительно очень хорошие. Вот такой. Вот у нас топ был. Очень классный. Соня его безумно просто любила. Тут и сердечки, и звездочки. Нет, сердечек нет. Только звездочки. Что я вас обманываю? Только звездочки. Хорошее покрытие было. То есть и набирается очень хорошо. То есть не то, что там одна звездочка на весь ноготь. Нет. Хорошо покрывало как бы. То есть нравился. Очень нравился этот топ. Вот такой оттенок лака. Что-то у меня фокус сегодня совсем не хочет работать. Вот такой. Изумрудно-зеленый. Кстати, хочу отметить. Вот лаки от Pink Up могут окрашивать ногтевую пластину. Поэтому будьте аккуратнее. Я с этим столкнулась, когда использовала летом в свое время, лет сто назад, вот такой зеленый салатный оттенок. Ужасно просто. Прям ногти были все желтые. Я их и в лимоне, и в чем только не отмывала. Девочки, это был просто какой-то караул. Ну, красиво. Девочки, на лето вот такие яркие оттенки, я считаю, что, ну, носибельно. Это носибельно. Можно побаловаться. И девочке, подростку, да, ну, и взрослым, конечно же, мы тоже хотим почувствовать себя детьми. Вот такой оттенок лака. Вообще просто засох. Это также молочно-желтого цвета, девочки. И он еще был с вкраплениями, с белыми. Вот, немножко вам видно. Такой лак еще есть нежный, сиреневого цвета. Ну, Соня просто сказала, мама, я его не отдам. Мне он настолько нравится. Он еще в нормальном виде. Этот весь засох-пересох, а тот, как бы, то есть, вообще совершенно нормально. Посмотрите, какое безобразие, да? Ну, вот. Она говорит, не отдам. Просто не отдам. Он очень нежный. И вот эти беленькие вкрапления, ну, девочки, красиво смотрятся. Очень красиво. И последний лак от Pink Up. Вот такой ярко-ярко-желтый. Тоже абсолютно летний вариант. Так, дальше я хочу вам показать лаки от Sally Hansen. Точнее, это будет один лак. Это Сонин любимый оттенок. Вот такой девочки золотистой. Сколько лет я им пользовалась, сколько лет Соне им пользовалась. Очень классный, вот такой 485-й. Очень красивый. Девочки, вы знаете, если он золотой, значит, он золотой. То есть, это не желтый. Вот именно золотой. Красиво смотрится на ногтях. Просто супер. Кстати, лаки от Sally Hansen тоже довольно-таки хорошего качества. Топовое покрытие. Вот такое безобразие, девочки. Это матовое топовое покрытие. Оно уже все засохло абсолютно. Абсолютно. Но было довольно-таки хорошим. Так, дальше хочу вам показать лак от Dance Legend. Я называю так. Возможно, это неправильно. Вот такой. Да, написано даже Dance Legend. Просто некоторые Dance Legend его называют. Так, оттенок 76-й. Вы знаете, он голубой и идет с блестками. С такими зеленоватыми, желтоватыми. Но вы знаете, этот лак очень плохо ложится на ногтевую пластину. Просто безобразно. Он плешивит, он полосит. С ним мучились-мучились. В конечном итоге тоже застоялся. Я сказала, все выбрасываем. Я говорю, господи, сколько можно вообще этот лак хранить. Вот такое топовое покрытие от L'Oreal. Тоже абсолютно летний вариант. Тоже хорошо набирались вот эти вот шарики. Вот. Ну, сейчас уже все, конечно. Вот. Ну, абсолютно летний вариант. Очень интересный. С удовольствием также дочка пользовалась. Следующий лак. Один из моих любимых. Любимых. Господи, любимых. Так, у меня с речью проблемы. Я очень извиняюсь. И это у нас Divage Like It. Вот в таком красивом сиреневом оттенке, девочки. И этот лак был матовый. Очень короткая здесь кисточка. Не совсем удобно было пользоваться. Девочки, она так любила этот лак. Он был просто идеальный. И ногти, вы знаете, настолько красиво смотрелись. То есть, они вообще не выглядели, как будто какие-то там трупные. Обычно вот все сиреневые вот такие нежные лаки, лиловые, они иногда продают такой трупный оттенок ногтям. И этот лак абсолютно просто идеально выглядел. Мне очень нравился. Покажу вам такого старичка, девочки. Это Vivienne Sabo. Ой, какого он года. Давайте посмотрим. Мне самой очень интересно. Посмотрите. Он 11-го года выпуска. Представляете, сколько лак у меня этот жил. Я так его любила. Я не могла его позволить себе выбросить. Посмотрите, какой красивый оттенок. Просто, просто потрясающий. Девочки, я могу сказать, что сейчас он в принципе в таком виде, что ему можно пользоваться. Но уже стыдно на самом деле такое средство держать. Девочки, ну как же он классно носится. Он абсолютно носится без сколов. Дочка у меня тут баловалась пару месяцев назад. И полы мыла, и посуду мыла. Все прекрасно. Очень классный лак. От Vivienne Sabo лаки довольно-таки неплохие. Покажу вам вот такое недоразумение, которое Сонечке дарили. По-моему, даже с Алиэкспресс этот лак тоже должен был светиться в темноте. Ну, честно говоря, даже не помню, светился он или нет. Я у дочки спрашиваю. Я говорю, ты не помнишь? Она говорит, мама, даже не помню. Вот она им попользовалась, потом отставила, забыла. Ну вот, представляете, вот залезли. Я не знаю, сколько лет он уже у нее валяется. Так, и вам покажу последний лак. Это Avon Gelshine. Оттенок не скажу. Девочки, в общем, этот лак присылала Верочка. Вер, приветик тебе огромный. Да, у нас горе случилось. На самом деле, этот лак был, ой, извините за такой, так, провернулась у меня, видите. Вот такого бирюзового цвета. Пропал пигмент. Вот такой бирюзовый был, и пигмента нет. Она говорит, мам, я не знаю, что случилось. Девочки, лаки у нас стоят в железной коробочке. Вот, то есть и в комоде. То есть он стоит не на свету где-то. Не знаю, что с ним произошло. Очень жалко с ним прощаться. Цвет, конечно, такой получился у него здесь. То есть, знаете, серо-желтый, грязный какой-то. Вот камера выбеливает. А на самом деле нет, он какой-то серо-желтый. Очень неприятный оттенок. Поэтому, конечно же, конечно, убрасываем. Ну и плюс ко всему, девочки, если пигмент куда-то ушел, значит, что-то пошло точно не так. И нужно с этим продуктом прощаться. Так, ну а теперь я вам покажу декоративную косметику, которую я у Сони забрала, которую она не пользуется, которая также залежалась. Там, я не знаю, с каких мохнатых, лохматых, как говорится, годов. Итак, я даже не знаю, откуда эти тени. Они все замыленные, ужасные просто. Я даже, правда, я не знаю, откуда эти тени. И сколько лет они у нее не валяются. Я говорю, давай выбросим. Он говорит, мама, я даже не знаю, откуда они у меня. В общем, да, какое-то неизвестное. Еще одни тени от Вивьен Сабо. Безобразную коробочку покажу. Почему? Потому что дочка стирала лак и просто положила диск, пропитанный ацетоном. И, в общем, ацетон, естественно, съел этот пластик. Это Вивьен Сабо. Вот такие оттенки теней. Как вы видите, здесь уже все замылилось. Она очень любила эти розовые тени. Зеленым, конечно, она практически не прикасалась. Здесь фиолетовые ей не идут, но эти, оранжевые, конечно, тоже не очень. Я эти тени ей покупала в Театр Моды. Там совершенно нужны были яркие, разные, то есть насыщенные оттенки. То есть неважно, какого цвета, абсолютно разного, девочки. Поэтому я покупала вот такие тени. Но, как можете видеть, они особо-то и не пригодились. Ну, давайте я вам покажу сводчи этих тенюшек. Розовый, прям едва-едва заметный. Зеленый, прям совсем вот такой зеленый. То есть прям совсем-совсем какой-то такой жуткий цвет. Фиолетовый, довольно-таки симпатичный. Синяком не будет смотреться. Ну, и вот этот вот коралловый. Вот такой вот оттенок. Ну, может, буквально пару раз дочка попользовалась, и все. То есть эти яркие оттенки, конечно, нет. У нее были, наверное, другие, коль эти отошли в сторонку. Так, давайте я сейчас вытру ручки, и мы продолжим с вами дальше. Так, вытерла я ручки, давайте с вами продолжим. К сожалению, прощаемся мы вот с таким карандашом. Он также приходил в подарок. Это Эйвен Супершок. Почему мы от него избавляемся? Девочки, вы знаете, он очень-очень мягкий. И Соне совсем-совсем неудобно им рисовать себе стрелки. Совсем. Пигмент хороший, девочки. И стирается он довольно-таки, то есть, ну, точнее, носится он довольно-таки хорошо. Но, к сожалению, ей совсем неудобно. Она говорит, мама, мне очень жаль, но я просто не могу им пользоваться. Да, очень жалко, девочки. Спасибо вам огромное, конечно, за подарок. Но, вот видите, как-то вот ребенок не приловчился к этому мягкому карандашу. Зато она хорошо приловчилась к подводке и к твердым карандашам. А вот мягкие, к сожалению, ей не подходят. Также выбрасываю вот такую помадку. Это от Essence. Девочки, какого года коллекция, я даже и не вспомню. Совсем она испортилась. Хотя Соня говорила, мама, оставь мне ее, пожалуйста. Боже, здесь волосок даже какой-то ужас. Я говорю, ты что, обалдела? Я говорю, она испортилась. Вот такой. Я сломала. Ладно. Вот такой оттенок. Нелипкий, абсолютно нелипкий блеск этот. Очень приятный был. Но сколько может он стоять? Он стоит уже много-много лет. Я сказала, конечно же, его надо выбрасывать. Куча помад у нее сейчас в использовании. Я говорю, что хранить эту ерунду. Дальше. Из той же серии. Мама, не выбрасывай. Я говорю, ты что, обалдела? Сколько лет этому тинту. Это Диваж Аква Тинт. Очень липкий. Этот был какой-то вообще с рыжим оттенком. Я не знаю, почему он ей вообще понравился. Но она его с удовольствием носила. Пигмент оставался после того, как съедается вот этот весь блеск. Пигмент оставался на губах. Ей он нравился? Я не знаю. Мне, честно говоря, нет. Выбрасываем и забываем. Нехорошие тинты были. Дальше. Тоже неизвестно, какого года коллекция. Вот увидела у нее. Я говорю, господи, ты откуда взяла? Мы же их все выбросили. Нет, оказывается, у нее в запасах еще один был такой блеск для губ. Это у нас Катрис. Очень классный здесь, кстати, спонжик. Он абсолютно прозрачный. Немножко выбеливает губы. Кому-то это нравится. Мне на лето иногда это нравилось. Но он потом начинал скатываться в белую полоску девочки. В общем, вид был безобразный. Я давным-давно избавилась от своего. А вот у дочки где-то, видите, в запасах все-таки лежал. Также избавляемся мы вот от такой помады. Это Maybelline. Оттенок 109. Розе Дрим. Срок годности я даже не знаю, где мне его смотреть. Я не знаю. Но, может быть, он пропал. Девочки, вот такого поросячьего цвета помада. Честно, но я не знаю, о чем я думала, когда покупала эту помаду. Но я ее покупала, еще раз говорю, в театр моды. Там нужны были абсолютно разные оттенки. И помад, и румян, и теней. То есть, возможно, я покупала туда. Но вот поросячий цвет такой. Но вот смотрите, сколько вот она использовала. Да. Ну, все, она сказала, мам, я ей пользоваться не буду. Хотя, в принципе, запах у нее абсолютно не испортился. Но, девочки, ну, что пользоваться тем, что неизвестно какого срока годности. Именно что касается помады. Я считаю, что здесь, конечно, лучше отслеживать сроки. Не дай бог, еще отравишься. Лучше это дело выбросить. Из этой же серии, сколько лежит, не знаем. Это Essence Brite T. Бальзам для губ. Очень классный бальзам был в свое время. Линейка вообще-то это Brite T. У них была лимитка точнее. Вот. Очень приятный. Хорошо губки увлажнял. И сладкий на вкус. Один такой у Сони был. Она использовала. Вот второй у нее оказался в запасах. И вот, да. Застоялся. Я говорю, давай, я говорю, немедленно, немедленно от него избавляться. Дальше. Компания Фаберлик. Вот такой бальзамчик, охлаждающий для губ. Вот так вот осталось здесь. Да, я извиняюсь за форму. Форма, конечно, помад и бальзамов у моего ребенка, конечно, да, безобразно. Девочки, практически сразу он у нее сломался. Вот здесь. Я ей в свое время говорила, давай выкинем. Она такая, нет, нет, буду пользоваться. То есть, ну вот, по сути, вот. Вот так. И потом он у нее застоялся. Я сказала, все, нет. И говорю, от этого нужно избавляться. Вот. И вот, наконец-то, я, мои ручки, точнее, дошли. И мы это безобразие с ней выкидываем. Вот такой блеск для губ. Чупа-чупс. Он желтого цвета сам по себе, девочки. Но на губах он абсолютно бесцветный. Поэтому свочить, конечно, не буду. Липкий. Ужасно. Как она им пользовалась, я не знаю. Литуаль. Блеск для губ. Глейс. Наверное, так называется. Он шел охлаждающий. Вот. Сейчас фокус. Охлаждающий блеск для губ. Действительно, охлаждал губки. Классно. Кстати, не липкий. Очень приятный. Даже и на вкус. И в носке, девочки. Хороший блеск для губ был. Честно. Но уже сроки-сроки, конечно, да. Подвели. И последнее, что мне осталось вам показать. Это целую батарею блесков для губ в очень милом оформлении. Но давайте мы сейчас тоже недодолго прервемся. А я немножко все это отодвину. И мы с вами продолжим. Не стала я отодвигать. Всего лишь просто наклонила немножко камеру. Итак, поехали, девочки. Это вот такие симпатичные куколки-мини-доли. Продавались они в подружке. По 69 рублей. По 79. По-моему, сейчас они 89. Здесь оттенки разные, девочки. Но, в принципе, они особо на губах и не видны. В общем, вот такая куколка. Вот такая симпатичная вишенка. И вы знаете, лет им, я даже боюсь сказать, сколько девочке, лет 7, наверное, им абсолютно не прогоркли. Вот такая симпатяшка. Гранат. Конечно, оформление просто фантастическое для детей, для маленьких девочек. Очень классное. Здесь, вы видите, идет уже с блесточками куколка. Очень классное. Вы знаете, даже дочка не хотела, чтобы я их выбрасывала. Она говорит, мам, ну просто хотя бы оставить, пускай они стоят. Они действительно радуют глаз. Но, девочки, ну сколько можно держать на самом деле? Ну, красота, да. Я, конечно, с дочкой согласна. Вот такая вот симпатичная с бантиком. И последняя куколка. Вот такая. Это была вишенка, но хвостик уже у нее оторвался. Вот. Вот такая батарея. Да, симпатично, но, девочки, сроки годности. Нет, нечего держать. Лучше все это выбросить и что-то приобрести новое. Тем более, у Сони, на самом деле, очень большой арсенал декоративной косметики. Это у меня мало. Вот. А у Сони очень большой арсенал. Конечно, девочки ее просто задарили. Спасибо вам, милые мои. Огромная, честно, ребенок всем пользуется с огромным удовольствием. Но, к сожалению, подвел вот этот лак. И, к сожалению, дочка не подружилась с карандашом Супершок. Он оказался мягким. А так всем остальным она пользуется с большим-большим удовольствием. Друзья, вот такую кучку я собрала, как говорится, на помойку. На самом деле, я этому безумно рада. Это нужно было сделать еще давным-давным-давно. Вот. Ну, вот руки дошли только сейчас. Ну, ладно, лучше поздно, как говорится, чем никогда. Ну, что ж, мои хорошие, заканчиваю я снимать этот ролик. Надеюсь, он вам был интересен. И вы порадовались вместе со мной, что, наконец-то, весь этот хлам отправится в помойку. Спасибо всем огромное за внимание и просмотр. И всем пока-пока.